всех приветствую дорогие друзья всех приветствую в канаде сегодня у нас очередное видео украшение и я вот вам показываю мой декор укатился пардон показываю очень быстро сегодняшнюю коробочку что нас сегодня ждет и ожидает не буду показывать в подробностях это такая затравка для начала видео а все кто у меня на канале впервые я хочу сказать что я живу в канаде покупаю украшение в наших секундах не в комиссионных магазинах магазинах благотворительных и как правило я показываю украшение с этикетками ценой который я по той цене которой я приобрела мои украшения что я хрипла и эти цены в канадских долларах меня просили уточнять я уточняю канадский доллар практически очень близко к американскому но не совсем наш немножко подешевле поэтому вот но в интернете вы легко сможете найти перевод канадского доллара в американский сегодня у нас очень интересные находки как всегда загадки и давайте уже начнем так первое украшение я всегда начинаю с украшений ну скажем так самых можно сказать малоценных которые не являются винтажными или не очень винтажные или не очень каких-то дорогих брендов даже если современная я хочу сказать что я покупаю украшение современные и винтажные но если это современное украшение которое в принципе достаточно хороший бренд стоит немало в принципе в самом магазине то я тоже их приобретаю особенно если они в хорошем состоянии значит это украшение я не знаю какой ценности ценность она представляет у меня на все запуталась давайте я сейчас выключу все распутаю эти бусы короче распутала как могла не очень как-то они у меня запутались значит это украшение конечно современная стоила она 8 долларов но я купила его потому что она мне очень понравилось мне понравился его цвет качество как она сделана у него есть маркировка я никогда не слышала про такой бренд сейчас вам покажу так маркировка здесь написано cold water creek что с английского переводится как крик это типа ручеек маленькая речка холодных cold water это холодная вода то есть вот холодно водная речка я не знаю ни поэт ни писатель перевести литературно с английского на русский мне очень трудно но в общем вы поняли да значит сделан из вот таких вот симпатичных очень красивых пластинок дисков я думаю что это наверное пластик дай и на по да и по на вид и по по весу так это выглядит смотрите какие интересные шапочки красивые очень крупная такая крупная застежка в общем красивый цвет под березу сделаны и вот как что-то в них есть такое знаете в общем понравились они мне и цветом и тем как они выглядят и тем как они сделаны сделаны хорошо качественно хороший качественный пластик сделаны под камни под натуральные ну конечно они не являются камнями но во всяком случае вот такой вот такие вот вот клипсы стоили они 4 доллара клипсы маркированы сделан из очень тонкого металла очень легкого и такого знаете прям совсем невесомого в принципе для клипсов это хорошо но для винтажных клипсов это редко ты же еле еле высвободила от этикетки винтаж обычно отличается тем что вещи довольно сделаны тяжелые тяжелые в общем такие значит это клипса селебрити два таких вот милых приятных листика ничего такого особенного у них нету но очень хорошо сделаны очень аккуратненькие прекрасно сохранились прекрасно выглядят давайте я вам покажу их поближе смотрите как красиво сделаны какая тонкая работа и в принципе то что они легкие это в общем для клипсов это неплохо потому что тяжелые клипсы это это тяжело вот такие вот симпатичные обратную сторону сейчас вам покажу вот так она сделана на клепочки на такой вот такой вот листик компания селебрити так следующие серьги у нас сегодня много серег такие немножечко цыганские но в принципе довольно красивые маркированные изделия стоили они тоже 4 доллара сейчас посмотрим на них тоже есть маркировка мне кажется это тоже селебрити если я правильно помню мне кажется что вот я в одном магазине купила видимо кто-то был большой любитель компании серебре селебрити ну да тоже селебрити вот не знаю насчет этаж на стену клипсы сделаны симпатично вот здесь такие пластиковые шарики красивые красивые два элемента это на ухе находится это свисает немножко такие они знаете как не и классические элегантные а чуть-чуть такие такие в отпуск на лето скажем так такие для для смелых женщин которые любят крупные украшения вот так вот сделана обратная сторона прекрасном состоянии вот такие вот симпатичные такие вот летние веселые клипсы ком от компании селебрити так теперь у нас брошь вот такой вот интересный лист тоже стоил 4 доллара сейчас мне надо его раскрыть потому что застежка у него ведь какая застежка по моему это называется тромбон что говорит его винтажности замка и самой броши вы знаете я сейчас наверное выключить потому что я ногтями вот так открыть нет не могу нет вот открылась стоило 4 доллара он знаете на вид такой простенький очень обычный ничего особенного нету в этом листе в этой броши но вот это вот застежка которая припаяна довольно неаккуратно у меня есть некоторые сомнения застежка безусловно довольно винтажная такие застежки делали когда-то давно вот видите как-то она ну в общем у меня много сомнений по поводу этой этой броши потому что такое впечатление что застежку припаяли на какую-то более новую брошь и она честно сказать эта иголка она еле-еле видите как достает ну в общем что-то тут что-то тут не то что-то как-то странно это все выглядит но тем не менее я приобрела потому что мне стало интересно вот эту вот застежку разоглядеть и плюс здесь есть какая-то маркировка на этом листике которую я не могу разобрать если вы ее поймете может быть это какой-то патент сейчас давайте поближе поднесу не смогла я разобрать ее может быть вы мне поможете потому что у меня девочки такие глазастые всегда видят то что я не вижу в общем какая-то мамба-джамба я не знаю может быть кто-то из вас знает но в общем интересная брошь загадочная тем что вроде бы и старенькая она очень судя по вообще как она выглядит вот по фасону и по застежке но застежка какая-то такое ощущение что не от нее потому что вот это вот пайка странная и какой-то вот это вот игла она какая-то короткая такое ощущение что ее видите вот чуть-чуть я отодвигаю и она сразу высвобождается такое ощущение что это все как-то приделали потом плохо ли вы левыми руками но я на стоил 4 доллара я ее приобрела потому что мне просто было интересно поразглядывать понять что это такое у меня нету ни одной такой застежки тромбон интересно мне было я поэтому решила пусть она у меня будет в моей коллекции так следующая брошь стоила недешево вот целых 10 долларов потому что она маркирована и потому что она была куплена в магазине как то в котором продается вещи более дорогие немножко дороже чем там где я покупаю обычно я нашла и на интернете так она не маркирована почему я решила что она маркирована я нашла ее как брошь на пьер а тоже загадочная история по моему я нашла ее в интернете и там значилось что это брошь на пьер и на ней была маркировка на моей маркировке по моему нету или вот здесь вот сейчас я еще раз проверю по картинке а может быть вот здесь я уже забыла если честно я когда купила встала ее искать и в общем там как это была темная история с ней замочек вот так вот она выглядит брошь видно что винтажная очень качественная такой красивая брошировка красивые кристаллы тяжелая такая хорошо сделанная но совершенно странно непонятно мне происхождение сейчас одну секунду я посмотрю еще раз проявшую фотографию которую я нашла так я вспомнила значит брошь на вид абсолютно очень похоже на мою она продается как брошь на пьер у нее есть маркировка она гладкая блестящий металл моя же броширована но на вид по форме и по вот этим вот камушкам она абсолютно точно такая же но на моей нету маркировки поэтому поэтому вот не знаю тоже загадка очень много таких загадок знаете когда начинаешь покупать какие-то старые винтажные украшения находишь очень похоже мне кстати вот еще одна есть такая тут вещь которую я вам потом покажу под конец тоже очень-очень загадочная штука ведь и нет маркировок нет хотя на вид я поставлю фотографию может быть уже поставила а не просто один к одному как сестры-близнецы так следующее украшение у нас это клипсы клипсы маркированные кора по моему они стоили 6 долларов канадских еще раз повторюсь сейчас я сейчас я их вызволю типичные такие знаете клипсы шестидесятых пятидесятых годов смотрите какая красивые вставки из термосета я думаю я обыскалась когда я их купила в этом самом месте придем так стучалка моя пропала моя стучалка давайте постучим ножницами вроде я принесла я обыскалась я уверена что есть такая нет не стучится ножницы где штучок так нашла я стучалку термосет я когда нашла их увидела на стенде я потом перевернула весь магазин вверх тормашками пытаясь найти или колье или брошь я абсолютно уверена что должны были быть должен был быть сет потому что такие серьги в те года клипсы не выпускали по по одиночке там всегда были с это всегда было брошь или всегда были было колье посмотрите как красивыми как и красивые вставки нежно-голубого цвета куда же морской волны я бы сказала каким-то люцитом или чем-то мост от и люцит они термосет эти как классно классно красиво это все переливается значит есть у них маркировка которая довольно плохо видна но видна потому что я их находила в интернете как как клипсы кора в общем короче плохо очень видно но я нашла что это клипсы кора ну вот видите какие-то следы и остатки остатки от маркировки вообще кора маркировка кора они умудрялись так делать что она очень очень легко затиралась но имея определенную фантазию то ее можно увидеть так они выглядят с обратной стороны там клей немножко пожелтел что тоже характерно кстати для кора видите даже здесь видно немножко что он такой чуть-чуть это внутри что то желтое но принципе это не очень сильно видно вот такие вот красивые-прекрасивые клипсы у нас сегодня вернее еще одни клипсы так следующий у нас брошь 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 стоило 10 долларов оценили ее дорого потому что она очень красивая и выглядит как что-то очень ценное но маркировок никаких нет я ничегошечки не нашла в интернете про нее не по картинке не нашла никак но посмотрите какая какая красотка сейчас потом ее снова застегнем расстегнем ну вот не знаю совершенно не знаю что это кто это винтаж не винтаж вот такая муха цокотуха на сиреневой сиреневом кабошоне который у нас не звучит он как стекло может быть это пластик или может тоже термосет какой-то не знаю и насчет винтажности не знаю тоже трудно сказать я надеюсь думаю что это брошь винтажно сделано на великолепно посмотрите за какая застежка у неё нужна мне помощь зала девочки как вы думаете здесь видите закрытый этот кабошон он закрыт с обратной стороны вот такой замочек иголка довольно длинная поэтому все-таки я думаю ну и замок такой знаете очень очень красивого сиреневого цвета кабошон как будто состаренное серебро и вот такая вот муха цокотуха лапочки все так сделано хорошо крылышки или это не муха муха ну муха же да кто еще вот такая вот красотка мне она очень нравится она очень эффектно выглядит и необычно так следующая брошь тоже стоила 10 долларов и это тоже ведь у меня сегодня животные мухи и лягушки из жизни насекомых насекомых и всяких земноводных так ну что ж давайте рассматривать эту брошь стоила на 10 долларов как я уже сказала маркировок на и никаких нету выглядит она великолепно сделано она великолепно и я нашла изделие похожие броши браслеты какие-то кольца в общем короче компания синер которая очень известная и очень дорогая винтажная компания выпускала очень много изделий вот с таким вот дизайном но естественно компания синер все свои изделия маркировала мне кажется это стеклышки она сделана очень хорошо она очень тяжелая прекрасно сделана вся эмаль и я вам поставлю картинки то что делал синер это просто вот один один но у меня нет маркировки а как было бы хорошо потому что синер очень дорогая компания и вот эти изделия вот именно эти они продаются очень дорого изделия такого типа вот с этой вот лягушкой с разными цветными кабошонами есть браслеты есть очень короче маркировки нет но она прекрасная великолепная лягушка и очень бы хотелось чтобы это был синер но без маркировки конечно отверждать нельзя хотя сделано шикарно она такая тяжелая хорошо сделана в общем ну короче такая у нас сегодня красавица кваква вообще эти две броши конечно вдвоем это что-то они в общем похожего размера и похоже по по идее вот какие-то животные хотя в принципе они не совершенно разные по по цветам и по дизайну это золотая это серебряная мне кажется что они вдвоем прям будут бомба ракета выглядеть рядышком мне кажется что и очень даже можно носить вместе и вот такое украшение которое мне тоже стоило 10 долларов вот такая брошь тут она конечно без сомнения это винтажная брошь но тоже я не нашла ничего никаких маркировок и никакого и ничего не нашла похожего мне кажется сейчас посмотрю еще раз нет не нашла и подобные брошки хотя выглядит она как что-то винтажное и очень непростое посмотрите какая красотка прекрасном состоянии мне кажется это 50 и даже возможно 40 вы вот это или стекло или камень кабошончики тоже похоже стеклянная боюсь по ним молотить они такие маленькие прекрасно сохранившиеся эмаль вот такая вот шикарная красавица посмотрите как она шикарно сделаны как она хорошо сохранилась просто необыкновенной красоты брошь изображает какую-то вазу с цветами в общем красавица красавица ничего не сделаешь ничего не скажешь брошь шикарная брошь винтажная и редкая я думаю что это довольно редкая вещь хотя вот эти маркировки нету обратная сторона сделано просто такая вот брошировка и большая длинная игла очень странно что такая такая брошь не имеет маркировки потому что мне кажется что она какая-то должна вот принадлежат какой-то компании ну то что есть то есть ну что ж друзья мои вот такие сегодня у нас были находки я надеюсь что вам понравилось я надеюсь что вам было интересно много интересных находок много маркированных вещей много не маркированных но подозрительных подозрительно похожих на дорогие маркированные вещи у нас сегодня видео к те кто у меня впервые я надеюсь что вы подпишитесь на мой канал те кто у меня не впервые я очень вам рада всем моим старым друзьям если вы меня впервые то я скажу что я записываю видео не только об украшениях винтажных и не очень у меня также обзор магазинов примерки болталки в общем все что мы девочки любим а на сегодня все с вами была дита из канады всех люблю целую пока пока бай